Оби Знакомьтесь, это Оби. Кобель таксы, который в свои 5 лет весил 35 килограмм вместо положенных 14. Прошлые владельцы пихали в собаку всё, что можно. Передвигаться пёс практически не мог, ему хотелось нормальной жизни. Оби был признан одним из самых жирных псов планеты. Но сейчас, благодаря новому владельцу Нори Ваната, пёс лёг под хирургический нож, сбросив 22 килограмма. И сейчас у него строгая диета. Сердитый котик Эту кошку знают как Грампи Кэт или просто сердитый котик. Но мало кто знает, что настоящая кличка кошки соус Тардар. Потому что, будучи маленьким, пятна на её шерсти были похожи на соус. Внешность Грампи связана с врождённой карликовостью и неправильным прикусом. Популярность пришла котику в 2012 году, когда её фотографии опубликовали в интернете. С тех пор хозяйка Грампи заработала более миллиона долларов, благодаря маркетингу и рекламе. Сейчас в магазинах можно купить игрушку и одежду с изображением этой кошки. И кстати, сердитый котик получил премию в Эбби в номинации «Лучший мем года». Двухголовая змея В 2012 году видео с двухголовой змеёй Альбиносом было загружено на YouTube и за короткое время оно стало вирусным. После чего хозяин продал домашнее животное за 50 тысяч долларов. Змея имеет красно-белый окрас, красные глаза и две головы, которые думают совершенно о разных вещах. А вообще, в интернете фото двухголовых змей не так уж и мало. Большая Венди Эту собаку зовут Большая Венди, внешний вид которой превышает более чем в два раза представителей её породы гонщих. Венди родилась с генетическим отклонением, что привело к образованию двойной мышечной массе. Хоть она и выглядит угрожающе, для неё нет ничего лучше, чем взобраться на колени к своей хозяйке, поиграть с мечом или с другими собаками. Собака весит 27 килограмм и вместо мышц живота 6 кубиками имеет 24 кубика пресса. Голди Эта рыбка 38 сантиметров в длину и считается крупнейшей золотой рыбкой в Великобритании. Домашняя золотая рыбка Голди многократно превышает размер средней золотой рыбки и по-прежнему растёт. Морские биологи утверждают, что это абсолютно невероятная рыба-монстр. Рыбка принадлежит пожилой женщине и на момент покупки Голди была ещё очень маленькой. Зевс Трёхлетний немецкий док по имени Зевс был отмечен в новой книге рекордов Гиннесса как самая большая собака в мире. Его высота составляла почти 112 сантиметров. Каждый день Зевс съедал 14-килограммовый мешок еды и весил 70 килограмм. Несмотря на это, он вёл себя как обычный пёс. Но, к сожалению, в возрасте 5 лет в прошлом году собака умерла. Дункан Лу Щенок по имени Дункан Лу, боксёр, родился с врождённым дефектом задних лап. Врачи сказали, что скрученные конечности повлияли бы не только на его мобильность, но и на позвоночник. После чего щенок вообще бы не смог передвигаться. Было принято решение по удалению задних конечностей и через пару недель этот удивительный щенок научился передвигаться и маневрировать с двумя оставшимися конечностями. Это видео украло миллионы сердец по всему миру. Двухголовая черепаха Появление двухголовых черепах стало невероятно популярным явлением в мире животных. Перед вами черепашки Тельма и Луиза, которые чувствуют себя хорошо и кушают каждое своим ртом. По словам специалистов, двухголовые черепахи и змеи являются неразделившимися близнецами и в большинстве случаев ведут нормальную жизнь. Фрэнк и Луи Фрэнк и Луи родился с двумя мордами, двумя ртами, двумя носами и тремя глазами. Поэтому получил двойную кличку, но это не мешало вести ему счастливую и радостную жизнь обычного кота. Несколько лет назад животное было внесено в книгу рекордов Гиннесса, как самый пожилой кот с синдромом Януса. Синдром был назван в честь двуликого бога в древнеримской мифологии, но, к сожалению, в прошлом году кота усыпили, так как у него был обнаружен неизлечимый рак. Матильда, инопланетная кошка Кошка Матильда, получившая прозвище инопланетянин, из-за редкого заболевания глаз, стала звездой Инстаграм. Причиной необычного вида Матильды стало редкое врожденное заболевание, вывих хрусталика глаза. Из-за него кошка практически не видит. Хорошо, что Матильда не ощущает боли в глазах и продолжает свою игривую жизнь. Хозяева собирают денежные средства для лечения кошки.